здравствуйте мальчики и девочки студенты и студентки закон сохранения энергии и что с ним делать в очередной задаче 20-22-4 и так что тут у нас происходит ну с горки высота которой 6 метров отпускает какую-нибудь штукенцию которая начинает скользить по наклонной плоскости вниз по наклонной плоскости потом скатывается и начинает по горизонтальной плоскости двигаться длина которой 5 метров ну и после этого начинает подниматься какой-то наклонной плоскости и в конце концов положение 2 вот положение 1 это самое тело останавливается грузика этот останавливается короче говоря вот такая вот ситуация и нужно найти вот высоту на которой это тело так сказать остановилась углы известные 40-30 и что интересно на протяжении всего скольжения вот коэффициент трения 0,2 все с чего начать а вот чего начать с мы знаем что работа внешних сил всегда равна изменению энергии значит мы так и запишем вот эта работа внешних сил равна изменению энергии общей энергии кинетической и потенциальной энергии в положении 2 это то что в конце вот и отнимаем сумму кинетической и потенциальной энергии в первом положении вот что мы с вами сделали вот это работа внешних сил а вот что произойдет когда работать внешних сил ну допустим будет равна нулю здесь ноль и мы с вами записываем мы с вами видим сразу же закон сохранения энергии для замкнутой системы замкнутая система это такая система на которой внешние силы вообще не действует вот все и там сумма кинетической потенциальной энергии в любом положении вот не изменяется ну вот поставьте сюда ноль и что вы увидите что и к 1 плюс и п 1 равняется и к 2 плюс и п 2 а здесь работа внешних сил равняется изменению общем механической энергии вот такая вот ситуация почему а потому что какие здесь внешние силы а сила трения еще есть сила реакции опоры но поскольку сила реакции опоры всегда будет направлена перпендикулярно движению тела значит работа силы реакции опоры на всем протяжении движения вот работа так ну я обозначаю работу буквой w вот по идее так и надо бы обозначать потому что на английском языке волк да это работа ну давайте обозначим мне по большому счету как говорится по барабану и так работа силы реакции опоры а и и да она всегда будет равняться нулю ну вот все начинаем соображать что с нас энергиями происходит в первом и втором положении непрежде всего ну поскольку тело остановилась начиная двигаться и состоянии покоя здесь есть только потенциальная энергия и не took state энергия равна нулю а во втором положении телаて остановилась опять система генетической энергии равна ну по этому здесь у нас есть только потенциальная энергия ну давайте с вами про работу будем силы трения говорить и так вот здесь по наклонной плоскости значит напоминаю что работа силы трения вот нарисую наклонную плоскость это сила тяжести я силу тяжести раскладываю на две составляющие тут он МЖ синус альфа а вот здесь вот у нас сила реакции опоры она будет равна МЖ косинус альфа поэтому работа силы тяжести как любая работа это произведение силы трения на расстояние расстояние вот это вот я обозначаю буквой С а работа силы трения и работа силы трения тогда будет равняться сила трения это МЮ Н умножить на С а Н у нас равняется А равняется а Н равняется МЖ косинус альфа значит МЖ косинус альфа и умножить на С вот чему будет равняться работа здесь итак здесь у нас С1 тогда минус а почему минус а потому что сила трения мешает телу двигаться сила трения совершает отрицательную работу и тогда мы записываем минус вот как там минус МЮ МЖ косинус альфа умножая на С1 переходим сюда а тут будет минус МЮ МЖ просто никаких косинусов и синусов здесь нет ну можно писать косинус 90 градусов вот он равен косинус 90 градусов он у нас равен Рэг почему МЮ МЖ это работа силы трения да все нету никаких косинусов что-то у меня ладно короче говоря минус МЮ МЖ умножить на С синус 0 равен 1 а косинус 90 тоже равен 1 ну да правильно косинус 90 градусов 1 можно записать все так отлично фух дальше едем короче говоря начинаем езжать сюда ну теперь я это могу убрать естественно что у нас получается точно так же как и здесь только вместо уголка альфа напишу бета а вместо С1 С2 мю МЖ косинус бета и умноженное на С2 чему это будет равняться а вот чему во втором положении МЖ H и минус МЖ H большое вот все видите ой 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 как страшно как страшно ничего страшного то нету потому что если мы сейчас посмотрим мы заметим тут интересную штукенцию она заключается в том что МЖ 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 везде можно убрать уже легче жить правда вот теперь дальше С1 то неизвестно но нам известно высота и угол альфа здесь H неизвестно но известно известен завет угол бета так тогда что же у нас получается а получается вот что синус угла альфа это отношение противолежащего катета гипотенузе С1 значит С1 это у нас H деленное на синус альфа ну точно так же и здесь С2 это у нас H маленькое на синус бета можно записать отлично ищу что минусы вот эти вот на нервы действуют ну это запомнили да это я сейчас уберу умножаю все на минус 1 чтобы здесь получить плюсы здесь будет плюс а вот здесь будет минус понятно итак тогда что же получается мю косинус альфа а вместо С1 я пишу H деленное на синус альфа минус мю с нет почему минус плюс я же умножил все на минус 1 плюс мю с и опять таки плюс мю ж а вместо косинус нет косинус бета а вот вместо С2 я напишу H маленькое и на синус бета и тут у нас будет H с плюсом а вот это H маленькое с минусом вот видите что у меня получилось ну это дает мне возможность естественно найти чем уравняется H здесь вот есть H маленькое и здесь H маленькое вот это H маленькое с минусом переношу в левую часть она сюда кочует у нас значит мю ж H а вот здесь напишу синус а косинус вот сюда подойдет под синус ляжет да и мы получим тангенс ну вот синус здесь теленое на косинус бета это у нас получается тангенс бета плюс H да теперь вот к этому H перейдет вот это с минусом мю S и это тоже с минусом сюда перейдет минус мю H большое а вот этот косинус альфа ляжет под синус альфа и образуется у нас тангенс альфа вот ну можно так оставить а если учитель по математике рассказывает что кроме тангенса есть еще и котангенс да можно написать здесь единица на тангенс это котангенс я работаю всегда с тангенсами вот можно и котангенс написать а я оставлю тангенс и так что же у нас получилось H мы вытаскиваем маленькую за скобочку и в скобочках у нас будет а что это я тут же-то написал идиот и здесь нет уже вот сократил же вот ну ладно идиот вот бывает ну обычно когда что-то делаешь неправильно да сам себе говоришь ну придурок идиот лен что это такое вот ну бывает так ну ладно и так короче говоря H вытащили за скобку тут у нас остается единица плюс мю деленное на тангенс угла быта что тут ну мюс я потом запишу а здесь тоже делаю смотрите H вытаскиваю за скобку тут будет единица мю минус мю деленное на тангенс альфа а здесь будет минус мюс ну вот все вот вот все задачка решена осталось только сделать последний как говорится штрих а чтобы его сделать я должен освободить место на доске вот вам хорошо да вы всегда можете остановить фильм да и крутануть чуть-чуть назад вот посмотреть что было раньше а я уже не могу все стер короче говоря H у нас получается дробная черта в числителе H единица минус мю на тангенс альфа минус мюс а в знаменателе единица плюс мю деленное на тангенс бета вот все почему тангенс да потому что в калькуляторах в этих вот калькуляторах китайцы не придумали функцию катангенса вот поэтому оставим тангенс ну вот все задачка решена задачка решена остается только поставить численные значения с вашего разрешения этого делать не буду я запишу только ответ который должны получить значит из этого будет следовать после подстановки этих чисел вот у вас должно получиться что оно поднимется это тело на высоту естественно меньше чем 6 метров это высота 2.65 метра вот все учите физику дорогие ребятки готовьтесь к единому государственному экзамену на самом суперском канале физика это просто канал на котором любые задачки становятся простыми понятными и доступными поэтому если вы еще не записаны на мой канал сделайте доброе дело запишитесь буду вам очень признатель и благодарен все всем доброго до свидания до новых встреч до новых встреч субтитры